здравствуйте друзья я приветствую всех вас на своем канале ну наверное из названия этого ролика вы поняли о чем пойдет речь ну а я расскажу немного чем вызвана была мысль снять этот ролик несколько дней назад на мой телефон поступил звонок с неизвестного номера ну вы знаете я как-то не очень люблю отвечать на такие звонки обычно это или реклама или как нас вот теперь пугают мошенниками телефонными но на этот звонок я ответила и да это оказалась реклама звонила работница редакции одной эстонской газеты и она начала мне предлагать выписать эту газету заманивала какими-то скидками какими-то бонусами если я выпишу вот сейчас в это время но я отказалась и отказом своим наверное я вызвала у нее интерес как то как это так она сделала мне предложение от которого невозможно отказаться а я отказалась ну и спросила что я не интересуюсь новостями на что я ей ответила но нет новости мне интересны но во первых теперь новости поступают не только из газет из других всевозможных источников и радио и телевидения и я уже молчу про интернет ну а во вторых мне не нравится вообще такого рода новости которые обрушиваются на нас как раз вот и из этих всех источников сми ну сами посудите что не начнешь слушать или смотреть обязательно будут такие новости как ковидная статистика дорожно-транспортные происшествия где-то война началась ну и так далее и тому подобное здесь мне на ум приходит фильм собачье сердце по булгакову когда профессор преображенский говорит своему помощнику доктору барменталю боже упаси вас за обедом читать советские газеты на что тот удивленный отвечает но позвольте а что ж тогда читать если других нет вот ничего и не читайте отвечает профессор в общем-то бесподобный ответ и как раз ко мне это и относится напрямую в общем-то такие новости которые не то чтобы хочется выписывать а наоборот хочется от них убежать подальше но тем не менее после этого звонка я все-таки зашла на портал этой газеты ну и вот первое прям первое сразу же что мне открылось это как раз та самая пресловутая к видная статистика вот я даже для себя выписала некоторые цифры и хочу вам за честь просто для примера может быть и вам тоже кому-то будет интересно но эти данные касались именно на 26 января и данные эти вот прошу заметить были за один день вот что здесь говорилось значит тестов сделано было в этот день 12 тысяч восемьсот шестьдесят девять и положительных из них оказалось пять тысяч восемьсот сорок пять то есть это что-то ужасная цифра для нашей маленькой эстонии затем значит им такие цифры в больнице на тот день было двести восемьдесят семь человек и из них в тяжелом состоянии сто девяносто три человека и вот из тех которые оказались в больнице значит приводятся такие данные что он семьдесят пять процентов было людей не вакцинированных и только 25 процентов вакцинированные ну назвалась еще такая цифра что он в этот день скончалась пять человек и в том числе самый молодой был мужчина 44 лет но остальные люди были 69 лет 74 года 81 год и 83 года вот такие были данные на этот день да ну что тут скажешь конечно очень печально узнавать о таких данных ну или в этот день значит я посмотрела вечерние новости и чтоб не были мои слова голословные я предлагаю вашему вниманию небольшой сюжет из этих новостей чтобы вы сами убедились в моей правоте когда я утверждаю о чем наши эстонские новости так что предлагаю вашему вниманию небольшой фрагмент этой передачи добрый вечер вы смотрите актуальную камеру и вот о чем расскажем сегодня правительство призывают отказаться от ковид-сертификатов научный совет выступает против волна омикрона перегрузила центры семейных врачей таллиннский окружной суд ужесточил наказание мику тарасты лихуловский стрелок приговорен к жизненному заключению новый поворот в деле о смертельном дтп налагнуты суд оправдал калашникова но оставил в силе приговор халилову эстония могла бы распрощаться с коронавирусными сертификатами уже весной а экспресс-тесты в качестве альтернативы ковид-паспортам стоит вести немедленно об этом заявил спикер риги когу и лидер центристов юри ратас партия реформы и научном совете призывают дождаться спада волны заражений омикроном кови сертификаты отжили свое эстония должна готовиться к их упразднению на внутри государственном уровне громкое заявление принадлежит главе центристской партии юри ратасо сертификат по его словам какое-то время может продолжить действовать в качестве документа для путешествий но подготовку к отмене ковид-паспортов стоит начать уже сейчас а пока вернуться к экспресс-тестам ну а после того когда я посмотрела эстонские новости я расстроилась еще больше потому что как вы сами слышали там говорилось о том что ковидные паспорта будут отменяться со временем а в срочном порядке будут вводиться экспресс-тесты на ковид это меня никоим образом не устраивала такая информация на данный момент потому что субботу у нас мужем предстоял поход в театр и конечно меня сразу насторожило то что если вот лично с меня например будут снимать при входе в театр такой тест то это самая неизвестность она для меня конечно но ничего хорошего я не люблю неизвестность я предпочитаю хоть горькую но правду к тому же у меня еще за эту неделю поступила такая информация несколько дней назад но по моему это было воскресенье я вышла в магазин и на улице случайно встретила свою знакомую с которой мы давно не виделись наверное года два конечно обе обрадовались можно сказать что прям буквально кинулись друг другу навстречу и очень долго общались с ней ну а на улице как правило люди маски не одевают поэтому общались без масок ну и что вы думаете среду позвонила мне эта женщина и сказала что она заболела в общем то надо отдать должное этой женщине потому что она обзвонила всех людей с которыми она имела в эти дни контакты ну в общем такая неутешительная информация она меня вообще повергла в шок и я решила что нужно что то делать здесь и сейчас просто я не успокоюсь если я сейчас же не узнаю о себе эту информацию повлияло на меня болезнь этой женщины или не повлияло ну и вот как раз на все на этом я вспомнила что у нас завалялся один тест экспресс тест на антиген но это было и с тех времен когда он уже были проверки им выдавали такие тесты но потом как-то это у них закончилась и он остался просто не пригодился остался у нас лежать дома ну и поскольку я никогда такие тесты не делала я сама не решилась его сделать я дождалась с работы мужем чтобы он не помог определиться самой собой ну и вот как проходило это все я тоже предлагаю вашему вниманию к просмотру может быть кому-то это будет полезно кому-то это пригодится для тех кто тоже никогда не делал эти тесты так что приятного всем просмотра видео получилось я так предполагаю долгим поэтому спасибо всем за просмотр и особая благодарность тем кто выдержит досмотреть этот ролик до конца приятного просмотра ну вот друзья вот это самый тест коробочка волшебная и муж на месте сейчас он будет мне преподаст урок и вот давайте тогда начнем наш эксперимент века ну давай открывай показывай что там хоть лежит потому что ты-то 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 как это самое знаешь а я-то вообще ничего не знаю ты же несколько раз уже на работе делал эти тесты и а сейчас у вас уже это прекратилась система или вы то есть я могла бы и без себя просто я уже могла бы даже без тебя да но я когда я как-то не решать давай клади все будем будем снимать так это это палочка значит это непосредственно в носу брать мазок что там еще лежит у нас есть что но это надо все открывать же мы же будем по-настоящему все делать и капать ну то есть это индикатор да как я поняла он будет который будет определять ой слушай я что-то не прям даже волнуюсь это а вдруг покажет это положительный тест то есть вот это первое вот это вот да ну ты можешь на этой тоже видно на коробке вот сюда капать на дату будет если есть нормально если будет ветку на заражен а если вот так вот непонятно чего тест не удался да так значит если положительный повтори положи положи правильно вот это сюда лицом ну вот давай на этой картинке вот одна вот здесь вот c написано будет одна вот тут сейчас все увидишь это заражен да а не наборами нормально а наоборот нормально если будет 2 цей т до 2 ярких или одна яркая одна слабая то это это самое заражен если одна нет а если чистая или одна нижняя вот я сейчас повторю значит отрицательный результат это у нас должно быть напротив буквы c полосочка если положительный то две полоски до цветы и две полоски и цветы это будет значит тест положительный меня если ничего это ну что-то непонятное там как-то ли тонкие полоски или их нет полосок значит тест просто что-то ошибочное не удалось это вот там где пробирка лежит до ну это ты сам сделаешь да приспособа такая прям в коробочке господи боже мой но с чего начинать будем учиться видите в свете наших последних новостей эстонских короче говоря всех нас научат делать эти экспресс-тесты вот эту палочку даем нашу себя в одной ноздре другой на взгляд вот тут как нарисован вот то есть то есть вот этим вот вот эти вот этим вот к концу с одной стороны надо и в одной ноздре и в другой да просто вот и не надо глубоко а надо просто ну нормально короче не 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 близко но и не недалеко да ну в общем я начинаю ладно все да и под ну что хватит уже да ну хватит сейчас щекотно это тоже щекотно бы слушай даже немножко кровь и теперь это поиск ты посмотри это не повлияет на результат что-то мне это сама ноздря какая-то слабая и крутишь секунд 30 помнешь ли немножко а потом мы это что копать надо вот на этот индикатор копать и там долго видишь вот потом я так отжал бы чуть-чуть вытащил вот эту штуку ты закрываешь эту пробирочку закрываешь я вот так вот решу а ну то и сюда вот в эту штуку 4 апреля ставишь и ждешь и я уже волнуюсь представляешь нам идти на балет выходные дни что-то там появляется уже правильно но но это все вот как бы это не надо так сильно долго ждать уже вот сейчас уже скоро будет дать да ты что 15 минут нет я просто к тому что чем и 15 минут будем сидеть ждать может быть тогда выключить уже камеру на кольцо подожди подожди что-то там проявляется уже и каких 15 минут вот уже посмотри я уже вижу вот написано 15-30 минут надо для нет вот ты посмотри нам на мой индикатор посмотри ну на мой индикатор посмотри правильно вот последний уже сейчас она должна вся промокнуть а то есть это еще нет ни это не конец да она про реагирует и она еще светлеть на практически белая полоска она сейчас розовая полоска выключить выключить камеру до ну вот друзья слава богу показываю вам свой результат я из переживалась но пронесло вот видите четкая полоска перед буквой c так что поживем еще можете меня поздравить можно теперь со спокойной душой идти на балет сама не болею никого не заражу ну вот здесь у нас это мусорка все такая да это мусорку можно выбросить пакетик обозначена вот это вот это жидкость палочка просто в обычную мусорку да а это коробка инструкции это вот сейчас он и в аптеках продаются а он по моему где-то 5 или 6 евро стоит да но я не знаю мы не покупали потому что у мужа все время на это самое на работе проверки эти бесконечные поэтому дают ему ну ладно все друзья эксперимент закончился я с вами прощаюсь надеюсь вы теперь тоже в курсе как нужно делать такие экспресс тесты может быть тоже кому-то понадобится и кому-то пригодится эти знания я с вами прощаюсь друзья до новых встреч на канале будьте здоровы и всем пока пока